Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о роли и месте методики комбинированного применения видеоларингоскопов и гибких интубационных эндоскопов во время ситуаций, называемых трудными дыхательными путями. Вы знаете, что в настоящее время существует несколько групп устройств для непрямой ларингоскопии, к которым относят видеоларингоскопы, гибкие интубационные эндоскопы, а также ригидные оптические стилеты. Данное устройство в настоящее время рекомендуется во всех существующих алгоритмов действий в случае развития трудных дыхательных путей, как резервное устройство, которое рекомендуется применить при неудачной попытке интубации трахеи с помощью прямой ларингоскопии. Также данное устройство рекомендуется экспертами в качестве устройств первого выбора в случае, если анестезиолог прогнозирует трудности с интубацией во время общей анестезии. Кроме того, и видеоларингоскопы, и тем более гибкие интубационные эндоскопы являются устройствами, применяемыми в качестве основных при выполнении интубации трахеи под местной анестезией в сознании в случае прогнозируемых трудных дыхательных путей. Видеоларингоскопы, особенно в случае использования клинков с высокой кривизной, обладают общеизвестными преимуществами в случае применения их при развитии трудных дыхательных путей. К преимуществам видеоларингоскопов относятся улучшенная визуализация высоко расположенной гортани, а также улучшение эндоскопической картины в случае ограничения открывания рта у пациента или невозможность разогнуть голову в антлантакце питальном сочленении. Наличие клинка диблейда как основного представителя данной группы полуоткрытого канала позволяет под визуальным контролем завести трахею и интубационный проводник, а также осуществить санацию ротоглотки. В то же время все эти преимущества видеоларингоскопов лимитируются, а в ряде случаев нивелируются особенностями, а также проблемами при их применении. Крайне важным является необходимость моделирования угла наклона дистальной части эндотрахеальной трубки в случае использования видеоларингоскопа с высокой кривизной типа диблейда. Анестезиолог, имея оптимальную эндоскопическую картину, может столкнуться со сложностями с заведением трубки в трахею и необходимостью выполнения специальных маневров, облегчающих продвижение трубки в трахею. Гибкие интубационные эндоскопы также являются резервным устройством в случае неудачной попытки интубации с помощью прямой ларингоскопии. В случае применения данных устройств во время общей анестезии пациент не испытывает дискомфорта, связанное с манипуляциями специалистами. Врач не испытывает затруднений вследствие наличия у пациента реакции со стороны гортани, ларингоспазма, кашля и так далее. Имеется возможность комбинации гибких эндоскопов с различными масками для фиброоптической интубации трахеи, либо с надгортанными воздуховодами, позволяющими выполнить интубацию трахеи через них, либо с прямой ларингоскопией. Кроме того, данные устройства могут использоваться для эндоскопического контроля и ассистенции во время экстренной либо плановой трахеостомии. А также следует отметить, что эндоскоп работает в этих ситуациях как гибкий буш и облегчает заведение трахеальной трубки в трахею. В то же время следует не забывать, что применение гибких интубационных эндоскопов в условиях общей анестезии на фоне отсутствия сознания пациента, отсутствия у него самостоятельного дыхания после введения мерилоксантов и утраты защитных эффлексов с дыхательных путей, а также тонусы, мускулатуры, ротоглотки и гортани на фоне дефицита времени для выполнения манипуляции может сопровождаться, в случае если манипуляция затягивается, риском развития нарушения газообмена и десатурации. Кроме того, успех выполнения процедуры во многих ситуациях значимо зависит от уровня навыков и опыта специалиста, выполняющего данную манипуляцию. При этом среди позитивных свойств данной методики следует отметить возможность визуального контроля заведения эндоскопа в трахею через голосовую щель, визуальное подтверждение попадания трубки в трахею, а также контроль с помощью эндоскопа правильного положения эндотрахеальной трубки в трахею над кариной. К ограничениям, связанным с применением гибких интубационных эндоскопов, следует отнести ограниченное поле зрения, крайне выраженные сложности заведения эндоскопа и подведения его гортани при коллапсию мягких каней на фоне релаксации пациента, угроза утраты изображения при контакте с скоплением слюны или крови в ротовой полости. Также специалист, выполняющий фиброптическую интубацию трахеи, не имеет возможности контролировать сам процесс заведения трубки через голосовую щель, что сопровождается повышенным риском травмы гортани. На фотографиях, представленных на слайде, вы видите эндоскопическую картину, которую видит специалист в случае выполнения интубации трахеи у пациентов при скоплении в ротоглотке слюны, а также на фоне коллапса мягких тканей и обструкции на уровне корня языка. Еще одной проблемой является затруднение проведения трахеальной трубки при эндоскопической интубации. Вследствие имеющейся в большинстве случаев разницы между внешним диаметром эндоскопа и внутренним диаметром трахеальной трубки, ее заведение через голосовую щель сопровождается контактом дистальной части трубки с структурами гортани на уровне черполовидных хрящей. При этом эндоскопист не имеет возможности визуально выявить проблему, а также под визуальным контролем изменить направление среза на трахеальной трубке и осуществить заведение ее в трахею. Обратите внимание, какие затруднения испытывает эндоскопист при заведении трубки в трахею. Поэтому крайне важно понимать, что успешная визуализация голосовой щели с помощью гибкого эндоскопа и даже заведение бронхоскопа в трахею еще не означает успешной интубации. Преодоление сопротивления на уровне гортани в данном случае осуществляют с помощью ротации эндотрахеальной трубки на 90 градусов против часовой стрелки, таким образом, чтобы срез ее был обращен к низу, тем самым облегчается так называемое скольжение и проведение трубки через голосовой щели. Применение комбинации прямой ларингоскопии с фиброаптической интубацией трахея в ряде случаев повышает вероятность успешной интубации за счет того, что клинок ларингоскопа устраняет обструкцию нормы корня языка и обличает подведение гибкого эндоскопа к голосовой щели. При этом эндоскопист имеет возможность визуально контролировать с камеры эндоскопа попадание дистальной его частью в трахею, а также подтвердить факт заведения трубки и проконтролировать ее положение. Наиболее передовой и оптимальной методикой является так называемая методика мультимодального подхода к обеспечению проходимости верхних дыхательных путей в виде комбинации видеорингоскопа и гибкого интубационного эндоскопа. При этом применение клинка видеорингоскопа устраняет обструкцию нормы корня языка, обеспечивает рабочее пространство для подведения гибкого эндоскопа к гортане. Благодаря широкому углу обзора имеется возможность контролировать процесс подведения гибкого эндоскопа к гортане и прохождение его через голосовую щель. А использование гибкого интубационного эндоскопа, который служит в данном случае в качестве так называемого маневренного стилета для эндотрахеальной трубки, благодаря его степени свободы и мобильности дистального кончика, позволяет завести в трахею эндоскоп, а также визуально контролировать процесс заведения дистального кончика, а после заведения трубки проконтролировать ее позицию. Таким образом, комбинация двух этих устройств нивелирует недостатки применения каждого из них по отдельности, а постоянный визуальный контроль всех этапов интубации трахеи существенно повышает вероятность успеха и снижает риск развития травмы вследствие слепых манипуляций. Реализация данной методики возможна с использованием различных комбинаций моделей интубационных эндоскопов и видеоларингоскопов. У компании Carl Sturz имеется экран C-Mac второго поколения, который предоставляет уникальную возможность обеспечить оперативное в течение 3-4 секунд переключения между двумя устройствами, тем самым создается условие для комплексного использования устройств в зависимости от их необходимости. Представляем вам основные этапы выполнения процедуры на фантоме. На первом этапе анестезиолог осуществляет заведение клинка видеоларингоскопа в ротоглотку и стремится визуализировать структуру гортания. На втором этапе эндоскопист под контролем изображения из клинка видеоларингоскопа осуществляет подведение дистальной части эндоскопа голосовой щели. Далее осуществляется переключение на гибкий эндоскоп и под непосредственным визуальным контролем. На третьем этапе эндоскопист преодолевает голосовую щель с минимальной травматичностью. Далее, продолжая осуществлять визуальный контроль, продвигает эндоскоп трахеи до визуализации корины. Происходит смена изображения на клинок видеоларингоскопа и бригада под непосредственным визуальным контролем с клинка осуществляет подведение эндотрахеальной трубки голосовой щели, ротацию эндотрахеальной трубки и заведение ее в трахею. Напоминаем, что при подведении эндотрахеальной трубки необходимо повернуть ее на 90 градусов против часовой стрелки для того, чтобы обращенный к низу срез трубки облегчил проведение ее в трахею. После проведения трубки в трахея осуществляется переключение изображения на гибкий эндоскоп и контролируется положение трубки в трахею. Эндоскоп извлекается, клинок видеолингоскопа извлекается, манипуляция завершена. Представляем вам методику выполнения данной процедуры в условиях операционной. Анестезиолог осуществляет тракцию корня языка с помощью видеоларингоскопа. Эндоскопист под визуальным контролем визуализирует голосовую щель, подводит эндоскоп и преодолевает голосовую щель, продвигая далее гибкий интубационный эндоскоп в трахею. При этом он осуществляет непрерывный визуальный контроль, что снижает риск травмы слизистой трахеи. Продвижение эндоскопов трахеи осуществляется до визуализации корины. Далее анестезиолог переключает изображение на клинок видеоларингоскопа и под визуальным контролем бригада осуществляет подведение до трахеальной трубки голосовой щели и в случае появления сопротивления при продвижении трубки, осуществляя ротацию, заводит трубку в трахею на установленную глубину. После этого вновь осуществляется переключение на клинок с клинка видеоларингоскопа на гибкий эндоскоп и под визуальным контролем контролируется и подтверждается позиция трубки в трахее. Таким образом, мы можем констатировать, что в настоящее время в случае невыдачных попыток интубации трахеи с помощью прямой ларингоскопии рекомендуется прекращение данных попыток и переход к использованию комбинированной методики видеоларингоскоп плюс гибкий интубационный эндоскоп для того, чтобы повысить вероятность успешной интубации трахеи и снизить риск перехода хирургическим методом обеспеченной проходимости дыхательных путей. Данная методика является перспективной и должна быть рекомендована как резервная в случае неудачной реализации плана А.